В адрес нашей телекомпании пришло письмо из следственного департамента МВД. Документ предписывает предоставить ведомству копии вышедших в эфир передач, посвященных делу Сергея Магнитского. Полицейские обосновывают это требование необходимостью дать правовую оценку, внимание, мнению о продолжении производства по уголовному делу. Николай Николаев попытался понять, что именно так заинтересовало следователей. Под предписанием о выдаче нашей телекомпании необходимых видеоматериалов стоит подпись начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности. Расследования ведут те же, кто сейчас, кто первый раз выдвигал обвинения против Магнитского, и кто тогда возбудил уголовное дело против него, как, в общем-то, теперь достаточно ясно, без надлежащих оснований. И делают они это, естественно, для того, чтобы оправдать те свои действия. Очевидно, теперь, спустя почти два года, следствие пришло к необходимости строить версии на словах людей, приглашенных в наши телевизионные студии, а не на доказанных фактах. Напомним, что первоначально, после смерти обвиняемого Магнитского в камере Бутырской тюрьмы в ноябре 2009 года, это дело за номером 31578 вообще было закрыто. Сегодняшний запрос в РЕН-ТВ лишний раз подтверждает, что дело Магнитского живет. Это незаконно, потому что у нас есть доклад комиссии предпрезидента Руси о коммунистической правах, где они решили, что все дела против Магнитского будут стабриковано. Родственники Магнитского, обвинявшегося в том, что он якобы разработал схему неуплаты налогов, удивлены. Они не просили возобновлять это дело, настаивая совсем на другом расследовании и выяснении истинных причин его уголовного преследования. В настоящее время возникла парадоксальная ситуация, когда законные представители умершего обвиняемого Магнитского возражают против дальнейшего расследования данного уголовного дела, но в то же время не дают согласия на его прекращение. Сам Магнитский пытался доказать, что его обвинение сфальсифицировано с целью прикрыть таким образом совершенное сотрудниками следствия под видом возврата налогов хищение почти 5,5 миллиардов рублей бюджетных средств. Совсем недавно в присутствии своего адвоката была допрошена вдова Магнитского, но почему-то не в качестве потерпевшей, а как свидетель. Какие задавали вопросы, пока секрет. Я и вдова Магнитского предупреждены о неразглашении тайны предварительного следствия. Нет никакой информации и о том, когда будут закончены уголовные дела в отношении тюремных медиков, по имени которых Магнитский скончался. Может быть, для завершения этих расследований тоже не хватает фрагментов телепередач нашего канала. Обращайтесь. Николай Николаев, РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова